Всем привет, ЮСМ4, Андрей Данилов. Итоги недели. Поехали. Начнем с того, что в понедельник Николай Кривошеев объявил о том, что покидает должность руководителя приемной администрации губернатора. В связи с последними событиями они могут оказывать давление на суд, вернее и повышенное внимание к его персоне. Так вот, пока он будет отсутствовать, как он сам говорит, неопределенный срок, его должность будет занимать Евгений Степовик, бывший исполняющий обязанности главы администрации нашего округа. Хорошо это или плохо, понятно, сложно. Должность не самая популярная, но как минимум мы с вами теперь знаем, к кому обращаться, через кого можно выйти на нашего губернатора. Следующая новость заключается в том, что сроки ареста Виктора Радобьевского остаются прежними. Это 30 ноября. Само же следствие продлено до февраля 2014 года. Все притязания адвокатов, заключающиеся в том, что показания некоторых свидетелей были путанными, непонятными, неоднозначными. Судом были отклонены и все сроки остаются прежними. Ждем 30 ноября, будет первое судебное заседание. Спустимся на уровень ниже, вернее, на наши с вами родные просторы. Станислав Третьяков, так яро взявшись за работу, очень сдвинул, очень больной лично для меня тему, тему клуба имени Силкина. Кто не знает, это огромный особняк, один из самых больших в нашем городе, находящийся в старой части. Так вот, здание находится уже не просто в плачевном состоянии, его фактически уже нет. Здание превратилось в притон, туалет, свалку, все что угодно, кроме одного из самых больших особняков нашего города. Так вот, по указанию Третьякова были возобновлены работы по поиску инвесторов для этого здания, причем с одной очень важной оговоркой. Инвестор придет в это здание лишь с условием, что подпишет охранную грамоту. Здание, если кто-то вдруг не знает, является памятником культуры. Для любопытства просто ради сходите, посмотрите, в каком состоянии это здание, то есть памятник культуры. Так вот, и то есть, всю реконструкцию, все работы в этом здании можно будет вести исключительно, сохраняя его первозданный вид, то есть, тот вид, в котором он был изначально. То есть, сначала нужно здание восстановить, а потом уже с ним что-то делать. И, по крайней мере, инициатива в этом направлении, это уже хорошо, уже понятно, что что-то делается. Сделать что-то будет неимоверно трудно, потому что, еще раз говорю, состояние безумно плачевное, и, в общем, все нужно будет делать практически с ноля. Следующая новость, на мой взгляд, не столь значительная, но вызвавшая довольно-таки большой резонанс как в прессе, так и среди жителей. Инвалид Людмила Зайцева взбудоражила прессу на этой неделе своими требованиями и своей историей о том, что на выходных она собиралась отменить свой день рождения, причем не где-нибудь, а в клубе Викинг. В общем, клуб, вернее, заведение, или как-то лучше назвать, я уж не знаю, сами решайте, с очень неоднозначной репутацией, как минимум. Так вот, это уже второй вопрос, почему человек на инвалидной коляской решил отметить свой юбилей именно там, это его право. Но все мы с вами знаем, что за охраной подобных заведений есть негласное правило. Они имеют право не пустить в помещение человека без объяснения причин. Такое есть с этим все знакомы. Так вот, Людмилу именно по этой причине не пустили, ничего не объяснив. Ее это естественно оскорбило, и это нарушило ее права, по ее мнению. Так вот, все это безумно плохо, конечно, и нехорошо, то пускать ли ее в алкогольное пение, пускать инвалидов, вроде бы дискриминация. Но давайте себе представим ситуацию. Человек на инвалидной коляске попадает в подобное заведение. Как к нему отнесутся посетители? Будет ли это хорошо для него? На мой взгляд, охранник, сам того не подозревая, сделал очень доброе дело, оградив человека, в общем, не самого защищенного от внимания не самой достойной публики. Хорошо это или плохо, пусть каждый решит для себя. А мы продолжаем. И последняя новость на сегодня, но не менее злободневная от этого, это так называемые русские марши. Мало того, что погромы в Москве, это вроде бы далеко и не про нас, но марши начались и в Челябинске. Ребят, что творим? Так нельзя. Просто вы поставьте себя на место этих людей, которые приезжают в Россию работать. Они живут в стране, где нет рабочих мест, а они хотят есть, им нужно что-то жить. А в сутках езды от них страна, где полно-полно рабочих мест, но очень много людей не хотят работать. Может быть, об этом задумаемся? Вроде бы не мигранты виноваты. Виноваты скорее работодатели, которые хотят сэкономить на этих мигрантах, не регистрировать их, не платить им нормальную заработную плату. Может быть, об этом задумаемся? И может быть, тогда марши не против мигрантов будем проводить, а против ненормальных бизнесменов? Вот тогда, может быть, что-то и поменяется. На этом сегодня все. U74, Андрей Данилов с любовью к соседям. Хороших выходных. До свидания.